МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инвесторы из Поднебесной в Ембешказахском районе готовят к запуску завод по производству волифрама. Все на старт. Астана стала местом проведения всемирных игр кочевников в числе гостей представителей более ста стран мира. Ситуация сибирской язвой находится на особом контроле. В Уйгурском районе состоялось заседание оперативного штаба с участием Акима Алматинской области Марат Султангазиева. В регионе предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения опасного заболевания. Тему продолжит наш корреспондент. На заседании оперативного штаба под председательством Акима области Марата Султангазиева присутствовали все ответственные управления и руководство местных правоохранительных органов, а также представители Акимата. Следует отметить, что на сегодняшний день 11 человек, признанных инфицированными сибирской язвой, находятся под пристальным наблюдением врачей. Об этом заявил главный врач Алматинской области. На сегодняшний день 11 больных находятся в специальных лечебных учреждениях. Семь человек проходят процедуры лечения в Уйгурском районе, двое – в городе Алматы. Ещё два человека – в инфекционной Карасайского района. Сейчас состояние больных удовлетворительное. Все они получают соответствующее лечение. Отметим, что в селе Улькенахсу Уйгурского района, где, собственно, и был выявлен очаг болезни, введено карантинное ограничение. По словам эпидемиологов, в результате принятых мер снизился риск распространения сибирской язвы. Специалисты провели соответствующую обработку местности. Оборудование и предметы, использованные при забое крупного рогатого скота, было сожжено и уничтожено. Сейчас в сельском округе задействовано 90 специалистов ветеринарии. Проводятся и взятые на контроль клинические обследования всех сельскохозяйственных животных. Запрещен ввоз и вывоз скота. Также проводятся работы по их вакцинации. Аким области Марат Сутангазиев поручил оказать поддержку всем специалистам, задействованным в организации профилактических мероприятий. По его словам, ограничения по въезду и выезду в населенный пункт будут продолжены до полного обезвреживания очага эпидемии. Поэтому потребовалось членов оперативного штаба строго следить за регламентом. Теперь на сегодня наша работа – принимать конкретные решения. Люди должны быть полностью проинформированы и проявить гражданскую сознательность. Также все специалисты должны выполнять свою работу по регламенту. Отметим, что всего выявлено 29 человек с риском заражения, которые взяты на профилактический контроль. Кроме того, в связи с распространением сибирской язвы прокурорами района возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия. В Уйгурском районе ведется пассивная работа по внедрению технологии экономного водопользования. Об этом стало известно в ходе встречи Акима Алматинской области и Марата Султангазиева с жителями края. Какие еще актуальные вопросы обсуждались во время встречи с населением, расскажет наш корреспондент. Не секрет, что с начала сентября ситуация с сибирской язвой беспокоит не только жителей Уйгурского района, но и всей области. Выступая на отчетной встрече, Аким района Бота Илюсизова отметила, что эпидситуации в селе Улькинахсу находятся на полном контроле. Тем не менее, специалисты местной службы ветеринарии нуждаются в поддержке регионального департамента. В связи с выявлением сибирской язвы в селе Улькинахсу, 1 сентября был создан оперативный штаб и приняты необходимые профилактические меры. Работа в этом направлении продолжается. В настоящее время в селе Улькинахсу введены карантинные ограничительные меры. Из 14 ветеринарных учреждений района только одно имеет собственное здание. У остальных нет. Уважаемый Марат Илюсизович, прошу посодействовать строительству зданий для качественного сопровождения работы в отрасли. Выступая на отчётной встрече Акимобласти, Марат Султангазиев отметил, что в Уйгурском районе успешно реализуется программа «Аула Манате». Также он подчеркнул, что сельхозпроизводители активны по сравнению с другими районами области. Тем не менее, вскоре может возникнуть дефицит поливной воды. А проделанная работа по внедрению водосберегающих технологий оставляет желать лучшего. И призвал ответственных сосредоточиться на усилении деятельности в этом направлении. Водосберегающие технологии в области применяются лишь на 14%, а в Уйгурском районе только на 2,7%. Из года в год ощущается нехватка воды. Так что необходимо усилить работу по внедрению новых технологий полива. На сегодняшний день для реализации планов были выделены средства. 50% из республиканского, 30% из местного бюджета. Это огромная поддержка. Хочу отметить, что 65% воды теряется в ирригационной системе орошения. После завершения доклада глава области дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы сельчан, касающиеся газификации района, переходе стационара в селе Сумбе в дневное отделение, охватывающего медобслуживанием более 4000 жителей трёх населённых пунктов, аварийном состоянии сельских очагов культуры, незавершённом строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре, асфальтировании дорог, отсутствии сети интернет в некоторых сёлах. В нашем районе 4-5 лет назад по просьбе жителей началось строительство ФОК. Но вот уже третий год все работы остановились. Просим вас завершить начатое, ведь детям это необходимо. Очевидно, что этот вопрос, заданный жителям района, весьма актуален. Руководитель управления строительства отметил, что до конца текущего года все работы будут возобновлены. По этому поводу мы провели встречу с представителями госэкспертизы и антикора. На сегодняшний день мы получили отказ от одной экспертизы. Теперь нам нужно провести техаудит. В течение 30 дней будут делать корректировку ПСД. Думаю, что работы начнутся к концу октября месяца. Вопрос отопления в 30 многоэтажных жилых домах в Шонже вот уже долгое время не находит положительного решения. Жители вынуждены были снова озвучить этот вопрос. «Довольно много граждан проживают в многоквартирных домах райцентра. Как долго мы будем приобретать уголь и выносить залу? Почему деньги, выделяемые на другие социальные нужды, не выделяются для решения этого вопроса?» В 2021 году была произведена проектно-сметная документация, однако прокуратура запретила работу. На сегодня ведутся переговоры с ними. Если они признают законно, то начнем работу с выделением средств на ПСД. Стоит отметить, что в рамках визита в Уйгурский район Акимобласти Марат Султангазиев и руководители различных управлений приняли местных граждан с личными вопросами и дали соответствующие ответы. Продолжился рабочий визит делегации Акимобласти посещением ГКП на АПХВ Уйгур-Аудан-Нын-Сук-Буре капитального ремонта средней школы номер 3 имени Ильи Моутова, сохранившейся до наших дней взлетной полосы в селе Бахар, к запроводу в селе Таскарасу и сельскохозяйственной выставки в селе Шаран. Акимобласти впервые посетил государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения водопровод Уйгурского района. На сегодня 97,5% жителей района обеспечены чистой питьевой водой, а до конца года в селе Сумбе завершится строительство трубопровода. Разработана проектная документация на поставку жизнеобеспечения около 20 микрорайонов райцентра. Глава региона пообещал, что лично будет содействовать выделению необходимых финансовых средств. Глава региона дал поручение областному управлению энергетики. Поручил также регламентировать все документы и ввести в экономику. На сегодня проектно-сметная документация полностью готова и составляет 2 миллиарда 42 миллиона тенге. Мы отправили письмо в соответствующее ведомство. Теперь, если к концу года будут выделены средства, то до следующего года мы сможем закончить все работы. В средней школе номер 3 имени Ильи Молутова, построенной в 1975 году, Акимобласти ознакомился с завершающим этапом капитального ремонта. Как отметил директор учебного заведения, в школе на 420 мест в две смены обучается 598 учащихся. Преподают 85 учителей. Следует отметить, что в прошлом году Акимобласти посетил и дал поручение провести капитальный ремонт. Таким образом, было выделено 1 миллиард 300 миллионов тенге. Сегодня 95% работы уже завершены. Все это для наших будущих поколений. Конечно, в первую очередь нужно корректировать школы. У нас реализуется национальный проект под названием «Комфортная школа». Однако в него не входит капитальный ремонт. Но, несмотря на это, по мере возможности будем сами ремонтировать такие школы. В рамках визита глава региона ознакомился и с реализацией нового проекта Академии гражданской авиации в селе Шонжи. Они намерены открыть здесь центр подготовки пилотных специалистов. Марат Султангазиев отметил, что этот проект является хорошей инициативой для улучшения экономического потенциала района и создания рабочих мест. Он также добавил, что окажет максимальную поддержку со стороны Акимата области. Нам нужны средства в размере трех миллиардов. Я объяснил ситуацию Акиму Алматинской области. Попросил финансовой поддержки, где он отметил о необходимости провести дополнительные переговоры и обсудить вопрос более детально. После этого Аким области ознакомился с подводимым в село Тасхарасу газоснабжением, прокладка трубопровода которого начались в прошлом году. Работа была приостановлена из-за задержки части средств, которые должны быть выделены на реализацию проекта. Однако подрядчик обязался закончить работы на свои средства до ноября месяца. В свою очередь глава региона поручил ответственным специалистам ускорить выполнение своих обязательств перед подрядчиком. В 2023 году подрядная компания выполнила работы на 330 миллионов в этом году. Осталось выплатить оставшиеся 130 миллионов тенге. Однако они не получили финансирования, поэтому и работы были приостановлены. Теперь они планируют продолжить, вложив собственные средства. Теперь мы просим рассмотреть выделение оставшейся суммы на очередной сессии областного маслехата. В завершении поездки Аким области посетил сельскохозяйственную выставку, организованную в селе Шарен, где представители крестьянских хозяйств, глава региона призвал использовать технологию экономии воды. Эффективно используя пассивные земли. Также внимание сельхозников обратили на государственные скидки и льготы для приобретения сельскохозяйственной техники. В прошлый раз Аким области говорил об открытии сервисного центра для крестьян, помощи в приобретении сельскохозяйственной техники. И в этом году мы берем технику в лизинг через КАЗ Агрофинанс под 5% на 7 лет. Это хорошая возможность для аграриев. Стоит отметить, что аграрии у Игурского района в этом году по льготным расценкам приобрели 36 единиц техники. Жандос Назарбаев, Жадербек Нурбек, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. Иностранные инвесторы должны наниматься на работу исключительно местных жителей. Тем более, что такие требования прописаны в ранее подписанном двухстороннем меморандуме. Об этом заявил Аким Алматинской области Марасул Тангази во время ознакомления с деятельностью завода ЖТСУ Вальфрам, расположенного на территории Бехшказахского района. Какие еще предложения высказал китайским предпринимателям глава региона, расскажет наш корреспондент. Вот уже более трех лет представители Поднебесной строят самый большой в мире вальфрамовый завод на территории Алматинской области, общий объем инвестиций которого составляет 350 миллионов долларов. В перспективе данный завод будет производить 3,3 миллиона тонн вальфрамового сырья ежегодно. Руководство компании доложились Акиму области о скором завершении строительства и введении в строй крупного производственного объекта. Мы полностью завершили строительство завода именно благодаря тесному затрудничеству и дружбе двух стран, а также благодаря большой поддержке со стороны руководства Алматинской области. Мы готовы приступить к работе при полном подключении всего имеющегося у нас оборудования. Однако на сегодня существует нехватка электроэнергии, и в связи с этим просим вас решить имеющуюся проблему. В свою очередь Аким области поручил специалистам соответствующего управления оперативно разрешить вопрос инвестора. Также и сам выдвинул конкретные требования к представителям китайской компании. Отметим, что согласно ранее подписанному двухстороннему меморандуму, большинство работников производственного предприятия должны быть из числа местных жителей. Однако данные условия не соблюдаются, поэтому Марат Султангазиев обратил внимание руководства завода на исполнение этих обязательств. Кроме того, по словам зарубежных инвесторов, они помогли в реализации некоторых социальных проектов, потратив порядка 30 миллионов тенге, на что глава региона отреагировал с сомнением и ответил, что такие действия должны осуществляться не самостоятельно, а совместно с местным исполнительным органом. Мы говорили по увеличению доли местного содержания, привлекать к подрядным работам местные компании. Что поменялось с того времени? Кого привлекли дополнительно из местных компаний? Мне Акимат докладывает, что никого еще не привлекали. Потому что для нас важно, чтобы местное население участвовало тоже в этом проекте, начиная от поставки продуктов питания, заканчивая услугами водителей, грузовых машин, столовых и других. Их даже, ну, бетонные, любые другие работы, мы в прошлый раз детально обсуждали, которые могут выполнить именно компании и индивидуальные предприниматели с этого района и с этих близлежащих поселков. Все социальные проекты согласовываете с Акимом района. С тех пор, пока никаких согласованных проектов нету. Об этом речи. Стоит отметить, что ЖТСУ «Вольфрам» является одним из 50 крупных проектов, реализуемых в партнерстве между Китаем и Казахстаном. К слову, официальное открытие завода запланировано в октябре месяце текущего года. Жандос Назарбаев, Жайдарбик Нурбек, телерадиокомпания ЖТСУ, Алматинская область. Сохраняя наследие для будущих поколений, в двух селах Ильийского района установлены новые селы на въезде в населенные пункты. Их открытие связано с переименованием сел Жайнах-Ясхара Тухпанова, которое состоялось в этом году. В церемонии открытия новых конструкций приняли участие местные жители, а также представители интеллигенции и съемочная группа нашего телеканала. Отныне прямо на въезде в селах Аскара Тухпанова и Жайнак возвышаются новые стелы с названием населенных пунктов, постановление о переименовании которых было подписано еще в феврале текущего года. До недавнего времени эти села носили советские названия Касцык и Комсомол. Впервые предложение о переименовании населенных пунктов региона было озвучено еще в 2017 году. Сейчас мы устанавливаем стелы с новыми названиями сел. Событие для местных жителей весьма значимое, поэтому собралось около 400 человек. Данное мероприятие мы посвятили нашим известным личностям, которыми гордимся. По словам местных жителей, решения о переименовании сел они ждали давно. Отныне их села носят имена людей, внесших весомый вклад в развитие края и страны в целом. Так, Аскар Тухпанов – личность, известная на весь Казахстан. Один из первых профессиональных казахстанских режиссеров является основоположником казахской театральной педагогики. Хочется пожелать, чтобы имена таких выдающихся личностей, как Жайнак и Аскар Тухпанов, были известны не только в Казахстане, но и во всем мире. Переименование сел и открытие таких стел способствуют тому, что наша молодежь будет помнить своих достойных предков. Верю, что эти населенные пункты, которые теперь носят такие значимые имена, отныне будут процветать. Хочу пожелать всем единства, мира и благополучия. В рамках пропаганды имени известного деятеля в сельской школе также открыт театральный кружок. Кроме того, в ближайшее время в населенном пункте планируется построить Дом культуры, который также будет гордо носить имя одного из заслуженных граждан. Стоит отметить, что в этом году в Алма-Атинской области были переименованы еще несколько сел с названиями советской эпохи. Так, отныне в регионе есть сельский округ Отиген-Батыр, село Кенена-Азербайва, а также населенные пункты Байкент, Аксай, Жбек-Жолы и Жалагаш. Надежда Белова, Камила Тыныштай, Жандо Сумербай, телерадиокомпания ЖТСУ. Десятилетняя девочка в Японии получила сертификат на приготовление ядовитой рыбы. Параолимпийские игры 2024 в Париже завершились грандиозным световым шоу под электронную музыку. В Египте нашли на раскопках бронзовый меч фараона Рамзеса II. Подробности из зарубежных новостей в материале нашего корреспондента. Десятилетняя японка стала самым молодым человеком, который разрешили готовить рыбу фугу – деликатес, который может убить, если его ядовитые части не будут должным образом удалены. По информации, этим летом ученица пятого класса Карин Табира сдала экзамен, который дал ей право готовить ядовитую рыбу для употребления в пищу. Недавно она воспользовалась своими навыками, чтобы подать блюда с тонкими, как бумага, ломтиками фугу, губернатору южного региона Кумамото, где она живет. «Я была счастлива, когда губернатор сказал «Ойси», что по-японски означает «вкусный», сказала она журналистам на мероприятии, где чиновник ел это блюдо». В последний день на севере Египта археологи нашли меч, принадлежащий фараону Рамзесу II, сообщило Министерство туризма и древности страны. Раскопки проводились в одном из районов города Хош-Иса в Мухафазе Бухейра. Ученые нашли там следы военных казарм и складов для оружия и предовольствия эпохи нового царства. Мессия обнаружила длинный бронзовый меч, украшенный гравюрами картуша короля Рамзеса II, говорится в сообщении Министерства. Археологи также нашли древние инструменты для охоты, украшения и средства личной гигиены. Например, на раскопках были обнаружены бусы из слоновой кости и защитные амулеты. Кроме того, среди значительных находок — захоронение коровы, которая в Древнем Египте считалась священным животным, и известняковый блок с надписью титулов Рамзеса II. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов. В Астане стартовали пятые Всемирные игры кочевников, которые привлекли внимание зрителей со всего мира. Вчера столица Казахстана приветствовала гостей грандиозной церемонии открытия, ставшей настоящим фейерверком культуры и традиций. На мероприятии присутствовали представители почти 100 стран. Сегодня соревнования вступили в активную фазу. Участники демонстрируют мастерство в 21 виде спорта, каждый из которых глубоко укоренен в кочевых культурах и традициях. Наша съемочная группа погрузилась в самую гущу событий и запечатлела самые захватывающие моменты этого уникального праздника. На церемонию открытия, прошедшей на стадионе Астана-Арена, присутствовали президент Казахстана Хасанжумар Токаев, а также главы государств Кыргызстана, Узбекистана, Татарстана, Саха, Монголии и Туркменистана. В числе высоких гостей были президент Всемирной конфедерации этноспорта Билляль Эрдоган, руководители международных организаций и другие почетные гости. В своей поздравительной речи на церемонию открытия Хасанжумар Токаев выразил искреннюю благодарность всем участникам, спортсменам и приглашенным гостям, которые прибыли в Казахстан для участия в этом значимом мировом мероприятии. Он отметил, что кочевая цивилизация оставила яркий и неизгладимый след в мировой истории и подчеркнул важность сохранения и продвижения культурного наследия кочевых народов. Кочевники Великой Степи на протяжении веков населяли обширные просторы Евразии и оказали значительное влияние на глобальное развитие. Они были носителями передовых технологий своего времени и одомашнили лошадь примерно 5000 лет назад, что привело к формированию уникальной культуры всадников, оставившей неизгладимый след в истории. Они создали оружие и великолепные украшения. Из казахских земель вышли выдающиеся ученые, такие как Аль-Фараби и Ходжак Метьесави, которые внесли огромный вклад в развитие науки и философии. Наши предки строили великое государство и крупные города, такие как Отрар, Туркистан, Тарас и Сарайшак. Кочевники стали связующим звеном между Западом и Востоком, способствуя культурному обмену. На этих землях существовали Древняя Гуннская империя и Тюркский Каганат, а затем их наследие продолжили Золотая Орда и Казахское ханство. Кроме того, глава государства выразил признательность братскому крыгызскому народу, который первыми организовали Игры кочевников, и отметил, что это событие можно назвать Олимпиадой кочевников. По традиции, состоялся парад спортсменов стран-участниц. В этом году на Игры кочевников прибыли спортсмены из Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Самую большую команду представляют наши соседи-россияне. Стоит отметить, что российские наездники из Кабардино-Балкарии заняли первое место в забеге на 500 километров в рамках Великого степного марафона, который проводится в рамках пятых Всемирных игр кочевников. В свою очередь, команда «Жолбарыс» из области ЖТСУ, ранее дважды становившаяся первой на республиканских соревнованиях, заняла четвертое место. В первую очередь, хочу выразить благодарность нашей команде за все приложенные усилия в этом марафоне. Нужно признать, что наши соперники оказались сильнее, и мы, к сожалению, заняли только четвертое место. Наша основной ошибкой было проведение отборочного турнира слишком рано, что привело к длительному застою наших скакунов. Этот ранний отбор отрицательно сказался на их подготовке и в физическом застоянии. В будущем нам следует учитывать более оптимальные сроки для таких мероприятий, чтобы избежать подобных проблем и обеспечить скакунам надлежащую подготовку. Соревнования, которые начались за пять дней до начала Игр Кочевников, завершились за день до торжественного открытия. В них участвовали 18 команд, представляющие Иран, Турцию, Кыргызстан, Россию и различные регионы нашей страны. В марше, стартовавшем в местности Ботай, плечом к плечу шли как мужчины, так и женщины. Среди участников была даже семейная пара из области ЖТСУ, что добавило особую атмосферу этому мероприятию. На этом степном марафоне я представлял команду области ЖТСУ, а моя супруга соревновалась со столичную команду Тамерис. Соревнования были очень напряжёнными, и мы вложили в них все свои силы. Мы воспитываем четверых детей, которые, как и мы, с ранних лет увлекаются скачками. В первый день игр, посвящённых степной цивилизации и культуре кочевников, прошли соревнования по венгерскому стилю жамбату. В этом захватывающем турнире первое место занял Рафаэль Малет из Франции, второе место досталось спортсмену из Монголии, а третье вновь было присвоено французу. Казахстанец Абзал Турлубеков продемонстрировал отличные результаты, войдя в топ-5. Конные соревнования проходят на живописной территории Казанатского ипподрома и прилегающих этносёл, где можно ознакомиться с богатым культурным наследием, традициями и обычаями казахского народа. В этноауле представлены юрты из разных областей, позволяющие гостям погрузиться в атмосферу национальной культуры, а двери для посетителей всегда открыты. Елеман Турсунханов, Алмат Хамид, Ринат Утеев, телерадио-компания ЖТСУ, Астана. На этом у меня всё. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ и будьте в курсе событий. До свидания.